Пасмурный день Есть такие люди, которые называются любители фиксов Я их называю фиксики И вот этим фиксиком я подумал, почему бы и нет У нас есть такой замечательный CES 35 2.8 И есть вот такой вот замечательный 85 1.8 Дело в том, что они оба стоят дешевле практически в 2,5 раза, чем вот этот вот один объектив Например, 85 новая стоит полтинник, может быть плюс-минус там, да И 35 новая тоже стоит полтинник Это где-то в районе 100 тысяч рублей, да, за 2 новых фикс-объектива То есть 2 новых объектива Но, тем не менее, это не умиляет ваши возможности купить это все дело как бы на Авито Я не знаю, там где-нибудь найти, на Эбэй, на Алиэкспресс там или еще где-то И как бы мы можем с вами уложиться в пределах, я так думаю, ну 35-40 тысяч за вот это И ориентировочно от 25 до 35 рубасов за вот это То есть, соответственно, у нас все это дело выходит в районе 70 тысяч рублей Что, в принципе, уже в 2 раза дешевле самой дешевой версии непосредственно 2.4.70 Которую вы можете купить где-нибудь на Эбэй, на Алиэкспресс, там, я не знаю, продают на Алиэкспресс, в моей виде толстый или не продают Я, в общем, не в курсе Ну, в общем, давайте посмотрим Единственное ограничение, что здесь все-таки 35 миллиметров Здесь 85, то есть, получается, у нас как бы вся эта конструкция, она сдвинута, наверное, больше в пользу 28.75 Вот такой вот конструкции, 28.75, который вышел недавно у Тамрона То есть, он стоит тоже в районе там что-то 70 или 80 тысяч рубасов Есть одно но У нас здесь все-таки дырка 1.8, и это все-таки 85, что дает нам вполне себе художественную картинку, да И вот именно этот CES, вот именно эта 35 отличается тем, что она обладает самым резким рисунком вообще в своем классе, который есть В этом объективе все не так У него, как бы, довольно-таки странная бленда, да, которая сделана так У него диафрагма, которая находится под передним стеклом И, наверное, вот благодаря этому всему этот объектов очень резкий Сейчас я веду эту запись на 70-200 Четыре дырка, да, диафрагма 5 ISO у нас там, по-моему, 1600 Это 100, цветовой профиль номер 7, как обычно Все, S-Log, S-Gamut, то есть, вот, все, как обычно Оригинал этого... Оригинал этого... Оригиналу... Оригинал картинки вы можете увидеть вот сейчас Вот здесь Самое главное, к чему я это все Я недаром стал вот здесь на балконе Я пытаюсь имитировать самую стандартную комнату сборов невесты Или сборов жениха Но какие-то стандартные ситуации, с которыми мы постоянно сталкиваемся при своей работе, да Пускай это будет вот маленькая комната Где мы собираем невесту, да Ну, стоит лишь разница, что здесь открытое пространство И, ну, все-таки пасмурно, да, наверное, играет на руку И вот здесь 5 квадратных метров 3 на 3 помещения И мы сейчас будем смотреть, как ведет себя в этом помещении Непосредственно 24-70 на Фоксном 24-35 и, соответственно, 70, да И сравним это все с 35-85 Ну, у нас получится вот где-то вот так То есть мы что будем сравнивать? Мы будем сравнивать такой себе Prime Zoom, да, вот G-Master С двумя, ну, не совсем Prime Fix Поехали Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас у нас 24-70 2.8 G-Master Да, стандартный объектив То есть я нахожусь на расстоянии от камеры Примерно в двух Ну, где-то 2-2-20 метров Даже, я бы сказал, 2 метра И сейчас вы видите работу 24-х миллиметров На полном кадре То есть с дыркой 2.8 Все по правилам МСГМУ, ТСЛОК-3 Как бы выдержка там Что-то одна пятитысячная Потому что я не стал одевать НД-фильтр Потому что на эти объективы У меня НДшников нет, короче В общем, ничего нет Все по дефолту То есть вы сейчас смотрите Как ведут себя 24 миллиметра 24 миллиметра на G-Master То есть это объектив Который стоит больше 150 тысяч Наверное Сейчас, я не знаю Может 140, где-то 130 И сейчас давайте посмотрим 35 миллиметров Почему 35? Потому что я его буду сравнивать Непосредственно с этим CES Это CES 35-миллиметровый Полнохадровый объектив С такой же диафрагмой То есть у нас диафрагма 2.8 Вот, насладились видом, да Посмотрели все Вот это Видите мои фавелы сзади Вот это моя Бразилия, короче Мое Рио Давайте теперь выставим 35 миллиметров Да, и начнем сравнение Непосредственно с этим объективом 35 миллиметров Диафрагма 2.8 Выдержка 1.5 тысячная Опять-таки повторюсь Камера Sony A7 S2 Все снимаем Стандартных Ну как, для меня стандартные настройки Пиктер-профиль номер 7 S-Log 2 S-Log 3 S-GAMU CIN То есть все-все-все по дефолту Примерно как украсить эту картинку Вы можете подумать сами Да, вот Ну, представьте себе Ну, пускай это будет выглядеть Вот так вот примерно Я не знаю И, в общем, как-то так 35 миллиметров В маленьком помещении От меня до объектива Ну, буквально 2.5, как я уже говорил, метра 2 метра То есть Если вы будете находиться в комнате Немного побольше, да Чем, допустим, вот это расстояние Что сейчас есть То, в принципе, у вас есть возможность Даже снять в коем-то веке Какие-то ростовые вещи, да То есть, если 24 миллиметра Нам позволяет это делать Уже с расстояния 2 метров То есть, снимать в рост То 35 миллиметров Уже как бы придется Немножко поработать ногами Но, тем не менее Я все это говорю для того Чтобы вы могли оценить рисунок Да, вот этого объектива Ну и давайте посмотрим Как выглядит 70 миллиметров На этом замечательном объективе В общем, примерно так У нас выглядит Самый крупный план Наверное, да Крупности То есть, это 2 метра от объектива Это 70 миллиметров Я не знаю сейчас Я не вижу какой крупности Там примерно получается план Но, тем не менее Дырку 2.8 Да, она, Борисовна, показывает Это все-таки молочник у нас Это не самый крупный план Крупность у нас глаза Но это вы уже будете подходить И отходить там Это уже по вашему разумению Но, тем не менее Этим объективом Два основных плана Мы с вами затрагиваем Давайте сейчас попробуем Все-таки одеть 35 миллиметров 2.8 CASE И 85 миллиметров 1.8 Стандартные Абсолютно пластмассовые Дешевые объективы И мы с вами будем немножко Заниматься сравнениями Дальше И у нас CASE 35 миллиметров 2.8 На дырке 2.8 Анна Борисовна, к сожалению Не смогла найти на этой камере Я не подходил Найти на этой камере Ручную фокусировку И поэтому мы будем смотреть Как работает Собственно автофокус На этом замечательном объективе Вот И, собственно говоря Вы можете сейчас наблюдать За резкостью За цветом Ну, какой цвет Это и слово Да Ну, давайте вообразим Какой-нибудь покрас Вот такой вот Например Ну, смотрите Да, как это выглядит Конечно, если ты упорот Какой-то отбитый Свадебщик Бомбил А ты будешь все снимать В дефолте И самое, что интересно В дефолте Этот объект ТОС показывает Самые лучшие результаты Потому что Это CASE Это порода Тем более CASE такой конструкции С его резкостью С ее детализацией Это просто сказка Пацаны Это объектив Который вы должны иметь Давайте представим Что это у нас Все-таки 24 миллиметра Как бы Ну, из имеющегося Фокусного Потому что мы с вами Купили 85-1.8 И 35-2.8 Ну, на что у нас Хватило с вами денег И давайте теперь Посмотрим Как работает 85-1.8 На этой замечательной Камере И у нас Замечательный Всеми востребованный Всеми желанный 85-1.8 Пластиковый объектив От Sony Который стоит недорого И который себе Может позволить Любой более-менее Зарабатывающий Какие-то деньги Человек Ну, как вы видите Разница в 10 миллиметров В 15 миллиметров Она, как бы На самом деле Существенная Да, будем так говорить Потому что Кадр стал гораздо крупнее И гораздо Ну, как гораздо Относительно Да, но вы можете Посмотреть сами Гораздо, как бы Уже И вот, собственно говоря Это 85-ка На дырке 2.8 Но Это не самое главное Преимущество Этого объектива Самое главное Преимущество Этого объектива Это все-таки 1.8 Сейчас Анна Борисовна Сделает нам 1.8 И вы посмотрите Как ведет себя Этот объектив На полностью Открытой диафрагме И вот У нас 1.8 Вы можете Смотреть Вы можете Наблюдать Как уже В Гаусс Вмывается Полностью Задник То есть Вот Абсолютно Все Вы абсолютно Абсолютно Акцентируетесь Непосредственно На объекте Говорить О качестве Картинки Да С G-Master Или с этой 85 Потому что Все-таки Знаете Вот По большому счету Какие-то Желания Вот В проявлении Оптических Свойств Объективов Они начинаются Непосредственно Где-то От 55 Миллиметров От 50 Даже Да Ну Поскольку У Sony На данный момент Есть один Полтинник 1.4 Но Я про него Не знаю Ни хрена Кроме того Что я его Однажды Повертел В руках Он еще Новый Я надеюсь От фокусных Я буду сравнивать Непосредственно С 55 Мцейсом Вот И в дальнейшем Кстати Ждите сравнения Вот этой 85 С 55 Потому что Очень много Приходит вопросов Таран Что купить Блин У нас есть Деньги на 55 У нас есть Деньги На 85 Но я не знаю Чего выбрать Что для меня Будет удобнее И вот Именно Вот такой Тест Мы в скором Времени С вами И будем Ожидать Ну Вот Как бы Наверное На этом И все 85 Миллиметров До камеры От меня Где-то 2 2 метра 20 сантиметров Ориентировочно Я даже могу Если хотите Померить Это все Рулеткой Вот Но Тем не менее Рисунок Мое местоположение То есть Вот Фактически Нахождение Меня в кадре Вы сейчас Можете Видеть И наблюдать Как ведет себя 85 То есть Что мы Имеем 35 Миллиметров И 85 Миллиметров То есть 35 85 И 24 70 От 24 До 70 Миллиметров Для затравки Как бы Знаете Как предпосыл Такой На будущее Обзора Я решил Одеть на камеру Сейчас 70 20 4 Почему 4 Потому что Это Наверное Третий По значимости Объектос Который Все у меня Спрашивают То есть Моя личка Полна вопросов Начинается С чего 85 Или 55 И что Взять 70 20 4 Или 70 20 2 8 Сравнение Между 70 20 2 8 70 20 4 Будет Немножко Позже Сейчас Мы сравним Непосредственно Такие Ближнего боя Объектосы Но Тем не менее Я вам показал Сравнение Вы сейчас Можете наблюдать Картинку На абсолютно Тех же Самых Настройках Непосредственно Вот на вот Этот вот Замечательный Объектос Посмотрели Понравилось Не понравилось Ставьте лайсы Подписывайтесь Пишите ВК У нас там Есть гиперактивные Группы В телеге ВК ВК Вообще Это группа Которая Позволяет Тебе найти Буквально ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok